МИХАИЛ ЛАРИОНОВ Лидер русского авангарда, учитель Татлина и Малевича, создатель одного из первых направлений абстрактного искусства. Наталья Гончарова, выдающийся художник-авангардист, которая своим творчеством доказала, что женщина может быть гениальной. Муж и жена. Два гения в одной семье. Разве это возможно? Это они изменили ход мирового искусства 20 века. Это они прославили русское искусство в Европе. Благодаря им состоялся триумф русских сезонов в Париже. Ларионов и Гончарова. Их имена в истории искусства невозможно разделить. 60 с лишним лет они прожили вместе. Умерли в Париже и были похоронены в одной могиле на парижском кладбище в Ри. Детей у них не было, а родственники остались в России. Но вместе с ними в могиле лежит еще одна женщина. Кто же она? Ее имя связано с историей любви, которая начиналась так. Наталья Гончарова родилась в Тульской губернии в имении своей бабушки Ладыжина по соседству с Толстовской Ясной Поляной. Ларионов был родом из Террасполя. Первое совпадение. Они оказались сверстниками. Дата их рождения – 1881 год. Второе совпадение. Они оба в десятилетнем возрасте переселились в Москву. Третье совпадение. Оба поступили там в училище живописи, вояния и зодчества. Эпилог этих совпадений – Гончарова и Ларионов встретились и сразу влюбились друг в друга. Мы с Ларионовым как встретились, так и не расставались. Но мои родители были против наших отношений. «Наружность Ларионова совершенно не вязалась с гениальностью», – вспоминал его соученик по училищу. «Это был белобрысый мальчишка высокого роста, не имевший ничего интересного в лице. Он вечно суетился, вечно бегал, все знал, все ведал. Грабарю он мог дать сто очков вперед. Где дело пахло скандалом, там всегда был Ларионов». Вдумчивой, спокойной Наташей из скульптурного класса он заявил, «У вас глаза на цвет, а вы заняты формой. Раскройте глаза на собственные глаза». Но Наташа получила серебряную медаль за успехи в учении и не собиралась отказываться от скульптурного дела. Это потом она скажет. «Ларионов – это моя творческая совесть, мой камертон, пробный камень на фальшь». А тогда произошла серьезная ссора между молодыми людьми. Три дня Наташа не видела его, другая бы сидела и плакала. Но Гончарова, поняв, в чем дело, заполняет стену живописью, первой в своей жизни. «Ларионов, прихожу, вся стена в чудесах. Кто это сделал?» «Я», – говорит. С тех пор и пошло. Наташа больше не стала посещать скульптурные классы, а начала под руководством Ларионова изучать живопись. А он писал ее портреты. Чтобы удивить Наташу, он решил устроить фурор на ближайшей ученической выставке. Ларионов выставил 40 эскизов покосившегося сарайчика. В то время он увлекался импрессионизмом, и эксперименты знаменитого француза Моне, многократно запечатлевшего Руанский собор в разное время суток, не давали покоя молодому дарованию. Тираспольский курятник, час за часом менявший внешний облик при разном солнечном освещении, заполнял все стены аудитории. Лежал на подоконниках, на полу, был приколот к дверям, потолку. Наташа Гончарова была в восторге. Совет училища тоже достойно оценил творчество Ларионова. На следующий день появилось объявление студента Ларионова за растлевающее влияние на товарищей исключить на 4 года. После этого незабываемого события родители Наташи категорически запретили ей встречаться с Ларионовым. Тогда Наташа ушла из дома. Гончарова и Ларионов сняли квартиру, поселились вдвоем и полностью ушли в творчество. Наташа хотела быть вместе с Ларионовым, но не хотела быть его тенью, особенно в творчестве. Возможно, именно она настояла на том, чтобы они сохранили статус свободных художников и не зарегистрировали свои отношения официально. Ларионов был наставником Гончаровой в искусстве, но самое главное, чему он ее учил, это быть самостоятельной и найти свой творческий путь. Поэтому они даже решили разъезжаться на лето, каждый на свою малую родину. Для художников лето – это самая напряженная пора, работа на пленэре. Это художественная добыча, а на добычу – врозь, чтобы было потом чем делиться. Ларионов рисовал родной террасполь и его любимые терраспольские сады. Друг, гостивший у него в то время, вспоминал, как Миша до крайности странно смотрел на бегавших по скотному двору животных. Пристально уставившись на гусей, Ларионов провожал их долгим плотоядным взглядом, пока те не скрывались из виду. Я сейчас работаю здесь вовсю. Не знаю, успеет ли высохнуть. Таленька, теперь через две недели ровно, через две, увидимся. По тебе соскучился очень сильно. Целую тебя крепко-крепко. Но в планы молодых людей вмешался Сергей Дягилев. В террасполь от него пришло письмо, где он приглашал Ларионова принять участие в грандиозной выставке русского искусства в Париже. Ларионов был счастлив. Гениальный импресарио считался образчиком художественного вкуса решительно среди всей артистической молодежи. Однако Ларионов набрался наглости и поставил Дягилеву условие непременное участие на выставке работ Гончаровой. Париж перевернул в сознании Ларионова все его представления об искусстве. Он узнал, что импрессионизм с Клодом Мане давно устарели, а самые крупные фигуры современного искусства Ван Гог, Гоген и Сезанн. Он посетил персональную выставку Гогена, побывал в мастерских на Монмартре, изучил все парижские музеи и приехал домой другим человеком. Он решил работать по-новому и быть в искусстве еще более смелым, чем даже самые крайние французские новаторы. Он генерировал идеи с такой быстротой, что в одиночку не успевал их реализовывать. Зато Наталья Гончарова с ее страстью к труду, сосредоточенностью на искусстве успевала воплотить все его замыслы. Вскоре имя Ларионова настолько стало заметным в художественных кругах, что Третьяковская галерея приобрела картину художника. В то время, когда многие потели да потели, работая за всех сил, чтобы попасть в Третьяковку, Ларионов уже был там. Это обстоятельство так повлияло на воображение родственников Наташи Гончаровой, что они выделили молодым трехкомнатную квартиру в фамильном особняке Гончаровых в Трехпрудном переулке. «Я лилий нарвала прекрасных и душистых, стыдливо замкнутых, как дев невинных рой, с их лепестков дрожащих и расистых, пилая аромат и счастье и покой». Наталья Гончарова происходила из того же дворянского рода, что и жена Александра Пушкина, знаменитая Натали. Но юную Наташу не привлекал обворожительный образ ее двоюродной прабабки. Во всем она была ей противоположность. Если в начале 19 века 16-летняя Натали Гончарова блистала на первых своих балах, то в начале 20-го другая Натали Гончарова получила звание суфражистки русской живописи после ареста полицией ее картин с обвинением в порнографии и кощунстве. Это произошло на первой однодневной выставке Гончаровой. Она была устроена Лорионовым, у которого еще не было своей персональной выставки, но как истинный джентльмен он пропустил даму вперед. В результате Гончарова попала под суд. Газета «Голос Москвы» писала, «Вчера зрители могли любоваться картинами какой-то эстетички Гончаровой, сплошного дикадентского пошиба и настолько неприличных, что секретные анатомические отделения пасуют перед этим возмутительным развратом». Гончарова была оправдана мировым судьей, но этот инцидент не оказался последним. Через два года цензура вновь сняла восемь ее картин на религиозную тему с выставки «Ослинный хвост» с обвинением в несоответствии их содержания возвышенному названию выставки. Эпатажное имя придумал Лорионов, как и название предыдущей авангардной выставки «Бубновый валет». Чтобы сделать какое-нибудь открытие, учил Лорионов, надо взяться за то, что люди считают абсурдным. Он объявил, что надо учиться рисовать не у академиков, а у уличных вывесочников, народных художников-самоучек и у солдат, рисующих на заборах. «Так может рисовать любой ребенок», – писала критика. Лорионов в ответ начал интересоваться детским рисунком и учиться у детей новым формам. Еще в семь лет он поставил себе задачу «Не забыть, став взрослым, ощущение детства». «Живопись призвана подражать природе, запечатлевать мгновение уходящего времени», – писала критика. «Для этого есть фотоаппарат», – отвечал Лорионов и начал писать лучистые картины. «Мы не видим сами предметы, – говорят нам физики, а видим отраженные от предметов лучи». Лорионов понял физиков буквально и стал рисовать не предметы, а лучи, которые они отражают. Предметы, которые мы видим в жизни, здесь не играют никакой роли. «Живопись уподобляется музыке, оставаясь сама собой». А может быть, сам того не ведая, Лорионов создал первую теорию абстрактного искусства. Свою теорию лучизма Лорионов изложил в отдельной брошюре и даже пытался ее применить в повседневной жизни. Он считал, что каждый человек, испытывая те или иные чувства, испускает из себя лучистую энергию. Партнер эти лучи воспринимает, и у него возникают ответные чувства, а следовательно и лучи. Когда будет изобретен прибор, способный их улавливать, то можно будет измерить количество любви, которое испытывает к тебе твой возлюбленный. Измеритель любви самому Лорионову не был нужен. Он был уверен в чувствах к нему Наташи Гончаровой. Она позволяла ему быть ребенком, а его фантазии часто уносились очень далеко. Из дневника художника. Как бы мне хотелось любить женщину совсем-совсем чистую, даже не то, такую, какую я вовсе не знаю. Пускай будет какая угодно, только чтобы я ее совсем-совсем не знал, в первый бы раз видел, чтобы она была одета в совсем светло-белое или светло-голубое платье, и чтобы от нее пахло, как точно от сейчас снятого с веревки свежего белья. Я уткнул бы свою голову в складки ее свежего платья и целовал бы ее грудь. А медленный прохладный южный ветер ласкал бы и целовал, в свою очередь, щеки и затылок мне. Но я люблю другую женщину. Та знает толк в прелестных призраках, что мы называем картинами. Из дневника Гончаровой. Ревность, основанная на чувственности, то есть половом влечении, и это влечение, пробуждающееся почти без всякого повода к людям, совершенно не интересующим ни с какой другой стороны. Мучительное чувство. Интересно было бы знать, что бы получилось, если бы это влечение удовлетворять каждый раз. Быть может, тогда оно не пробуждалось бы так часто, и не стояло бы всегда каким-то неразрешимым вопросом. Вещью, которая может каждую минуту разрушить счастье жизни, уничтожить любовь, которую ценишь, наделать Бог знает что, не дав ничего взамен. И когда оно не имеет даже таких мучительных последствий, все же оно мешает жизни, мешает общению с людьми, не дает подойти близко к людям другого пола, да отталкивает часто и от своих подруг. Может быть, я одна такой развращенный урод? Из московских газет. Глава и оплот московского лучизма издает манифест к женщине, в котором проповедуют революцию в области женской моды. По Ларионову дамы должны ходить с совершенно открытой грудью, разрисованной или татуированной. Одновременно выходит манифест к мужчине. Краеугольным камнем мужской моды должна стать асимметрия. Так, например, предлагается выбривать только одну половину бороды. Носить усы тоже не годится. Дурной тон. Можно носить лишь один ус. В волосы мужчины должны вплетать золотые и шелковые нити. Ноги должны быть голые, в легких сандалиях, татуированные или раскрашенные. Художника без зрителя не бывает. Зритель также необходим живописцу, как зеркало женщине. Что же может привлечь внимание публики, не желающей смотреть ваши картины, как не старинный, испытанный способ саморекламы? Скандал. Госпожа Гончарова, уже давно привлекавшая внимание общественности, как своей живописью, так и частной жизнью, явилась виновницей новой эпатажной затеи. Ее муж, художник Ларионов, подготовил скандальную акцию с целью привлечения внимания к открытию персональной выставки художницы, прогулкой в центре Москвы с разрисованными лицами. Заранее была извещена пресса и выпущен в свет очередной манифест «Почему мы раскрашиваемся?» Лучистая демонстрация прошла на Кузнецком мосту. Прохожие недоумевали, почему сумасшедшие дома стали выпускать недолеченных пациентов. На следующий день все газеты написали о новой выходке художников-лучистов, среди которых была замечена дама. Сообщалось также, что на открытии нового театра кабаре «Розовый фонарь» госпожа Гончарова и господин Ларионов желающим из публики будут раскрашивать лица и украшать цветами головы. На следующий день зал кабаре был набит до отказа. К Ларионову явилось несколько дам, предоставив себя в распоряжение вождя лучистов. Женщинам раскрашивалось не лицо, а грудь, на которую выводился лучистый рисунок. «Ларионова! Ларионова на стол!» требует публика. На столе появляется раскрашенный Ларионов на соседнем столе Гончарова. «Господа!» — кричит Ларионов. «Вы — ослы современности!» В зале воцаряется ад. Ларионова и Гончарова уже никто не слушает. Присяжный поверенный Шрейдер призывает. «Господа! Дайте высказаться госпоже Ларионовой!» и тут же получает пощечину от Гончаровой. «Как вы смеете меня оскорблять!» — заявила художница. Шрейдер потребовал удовлетворения от Ларионова. «Я сама могу дать вам полное удовлетворение!» Серия подобных скандалов сделала персональную выставку Натальи Гончаровой самой посещаемой в осенний сезон 1913 года. Критики недоумевали. 761 произведение художницы за 13 лет. Получалось, что каждую неделю из-под ее кисти выходило более одной работы. В эпоху, когда нельзя было обойтись без причисления себя к какой-либо группировке, Гончарова объявляет всечество. Импрессионизм, примитивизм, кубизм, футуризм, лучизм. На ошарашенного зрителя с ее картин смотрели сразу все измы. Став первой среди всеков, она ясно сформулировала девиз этого направления. Все, что до меня, мое. На выставке была прочитана лекция о творчестве художницы. Окончив школу, Наталья Сергеевна уехала в Париж, где знакомится с Мане и Ренуаром. Работает под их руководством, потом под руководством Ван Гога. Не удовлетворяясь Мане и Ван Гогом, Наталья Сергеевна уезжает на Таити, потом на остров Святого Доминика, где доживает век свой Гоген. Но Гоген разочаровал ее. Переписка с Сезанном определяет поворотный пункт ее мастерства. Художница возвращается в Россию, поселяется в одном из монастырей, пишет религиозные композиции и картины крестьянского быта. Гончарова снова отправляется в путешествие. На Мадагаскаре руководит раскопками, изучает деревянную скульптуру. Эти путешествия по Востоку убеждают ее в величии Востока и приводят к выводу, что Европа воровка-рецидивистка. Зачем же обращаться к Европе, когда можно получить все из первых рук и при том самое лучшее? Лекция о Гончаровой, прочитанная на выставке, была чистейшей мистификацией. Наталья Гончарова никогда за границей не была и все указанные путешествия совершила в своем воображении и на своих холстах. И все же сенсация состоялась. Выставка изменила отношение критики не только к Наталье Гончаровой, но и ко всему русскому авангарду. Художница делилась в письме с подругой. О себе могу написать. Выставка моя прошла с поистине огромным успехом. Целые пачки газет с рецензиями, отпечатки фотографий с меня, репродукции в журналах, цветы, интервью, издание каталога. Покупка трех вещей в Третьяковскую галерею, заказы портретов, заказы декораций. Дягилев предложил мне и Лорионову приехать работать с ним за границей. Дома никто и слышать не хотел об этом путешествии, но, конечно, остановить ни меня, ни Лорионова невозможно. Русские сезоны в Париже принесли Гончаровой мировую славу. Первая же постановка «Золотой петушок» с ее костюмами и декорациями в антрепризе Дягилева имела оглушительный успех. Все парижские знаменитости искали знакомство с ней. Если в России ей подражали Татлины Малевич, то в Париже ее творчество оказывает несомненное влияние на театральные работы Пабло Пикассо. Гончарова посетила многие европейские страны, а через несколько месяцев открылась ее персональная выставка в Париже. За год до этого она даже представить себе не могла, что фантастическая лекция о ее творчестве так быстро превратится в быль. После триумфальной парижской премьеры балета «Золотой петушок» Сергей Дягилев отправил Гончаровой в Россию 50 телеграмм с самыми выгодными предложениями по дальнейшему сотрудничеству. На все 50 телеграмм Гончарова ответила отказом. И только когда Дягилев в 51 телеграмме написал, что она сможет приехать работать вместе со своим мужем Михаилом Ларионовым, Гончарова сразу же согласилась. Это приглашение стало важным событием в жизни Сергея Дягилева и в жизни Ларионова и Гончаровой. Сотрудничество с самыми авангардными художниками того времени изменило всю направленность Дягилевской балетной антрепризы. Ларионов и Гончарова не только занялись оформлением спектаклей русских сезонов Парижа, но и включились в подготовку нового балетного репертуара. Современница писала Все споры вертятся на проектах исходящих от Ларионова и Гончаровой. Правда, Ларионов совершенно поглощен не декорацией, а главным образом хореографическим развитием балета. Дягилев этому весьма сочувствует, хотя всякого рода столкновения происходят каждый день. Роль миротворца в этих спорах часто достается Гончаровой. Гончарова усердно занялась новой постановкой, а Ларионов по причине вероятно непонятной даже ему самому занялся хореографией. Совершенно нет никакого объяснения, почему художник, до сих пор не интересовавшийся балетным искусством, начал выдумывать хореографические положения и движения, интересоваться балетными книгами даже больше, чем сами балетмейстеры. Но Ларионова это увлекло. Он желал свой авангардный опыт внедрить в современный балетный театр. Дягилев увидел этот интерес и понял его. Он даже поручает Ларионову воспитание молодых хореографов, которых тот довольно быстро превращает в звезд мирового балета. Среди его питомцев Леонид Мясин и Сергей Лефарь. Первое десятилетие после России было временем наивысших удач Ларионова и Гончаровой. Театральные постановки в их костюмах и декорациях шли с триумфом по всему миру. Каждый оформлял свой спектакль, но работали они в четыре руки. Или по-другому. Один делал декорации, другой костюмом. Они с полувзгляда понимали друг друга. Основными источниками их вдохновения было русское народное искусство, оригинальностью которого они поражали мир. Успехи Ларионова были ничуть не меньше, чем Гончаровой, и все же он подчеркивал ее достижения и очень ими гордился. Гончарова писала ему «Пожалуйста, муравей, передо мной мною уже не хвастайся. Я очень хорошо знаю, что я твое произведение, и что без тебя ничего бы не было». Первые три года они путешествовали с Дягилевым по Европе. Жили в Швейцарии, Италии, Испании. В Испании Гончарова нашла свою живописную тему на целое десятилетие. Серия испанок становится ее визитной карточкой как живописца и восхищает многих ее современников. Испанию я очень люблю. Мне кажется, что изо всех стран, где я бывала, это единственное, где есть какие-то скрытые силы. Этим она близка России. Только поездив по всей Европе, ясно чувствуешь, какая громадная сила России. И как уже изжилась Европа, какая она сухая и бедная. Художников, несмотря на блистательные успехи в Европе, начинает тяготить разлука с Родиной. В начале октября 1917 года Ларионов и Гончарова собирались вернуться домой. Но исторические катаклизмы помешали им это сделать. В 1918 году художники решили окончательно обосноваться во Франции. Для жизни они выбирают художественную столицу мира. Париж. Ларионов и Гончарова поселились недалеко от Монпарнаса в квартале Сен-Жермен-де-Пре, славившимся художественными галереями и лавочками букинистов, в скромной квартире на маленькой улочке Жака-Кало, соединяющей улицы Сена и Мазарини. Они прожили в ней почти полвека. Здесь воцарились их картины, книги и огромная коллекция Ларионова, произведения искусства и всевозможных диковинок. Гончарова не любила готовить, и поэтому питаться приходилось в маленьких кафе. Одно из таких кафе находилось прямо в их доме. Оно и сейчас существует и по-прежнему называется «Лапалет», что в переводе означает «Палитра». Ларионов и Гончарова быстро входят в круг парижской богемы и часто проводят время с Аполинером, Кокто, Ле Корбюзье, Пикассо и Леже. «Я теперь занят очень театром и хореографией», писал Ларионов другу в Москву. «Для тебя будет странно слышать, что я ставлю балеты и делаю новых балетмейстеров». «Для меня самого удивительно, что я мог так сильно и серьезно увлечься хореографией». «Это совершенно удивительное искусство. То, что я делаю в этом направлении, надо считать после Фокина и Нежинского». Увлечение хореографией возобладало у Ларионова даже над его художественным призванием. Гончарова всерьез была обеспокоена тем, что художник целыми днями пропадает на репетициях. «Миша впечатлителен, как ребенок. Атмосфера балета отвлекает его от живописи». И не только в искусстве было дело. Ларионов слишком увлекался балеринами и не приходил домой ночевать. Гончарова чувствовала себя очень одиноко и, может быть, от обиды завела себе друга. Им стал арест Иванович Розенфельд. Он был младше Гончаровой на 10 лет, служил офицером, воевал, был ранен, позднее изгнан из своего полка за левые взгляды. Сначала их отношения носили исключительно романтический характер. Розенфельд Гончаровой «Только что был на медицинском осмотре. Я предвидел все эти страдания. Вот почему мои глаза были так грустны в Париже. Вы это заметили, милая? Как безумно дорог мне теперь стал Париж. Перед моими глазами проходят одна за другой улицей. Все красивое, сено всегда новое, всегда прекрасное. Простите, что украл ваше выражение. Я откровенно сознаюсь, что мне тяжело, безумно тоскливо и грустно. Вы одна можете меня понять и не только понять, но и почувствовать. Если бы вы меня видели в эту минуту, то под холодной маской моей обычной наружности прочли бы всю бездну моих страданий. Жду писем от вас, дорогая, длинных, сердитых, каких угодно, только много. Арест Розенфельд был беден и был не прочь погреться в лучах чужой славы, а чтобы втереться в доверие к звездной чете, первое время изображала из себя роль бескорыстного рыцаря и мецената при больших деньгах. Гончарова Розенфельду. Дорогой Орюшко, пишу вам это письмо на пляже, где греюсь как ящерица на солнце. Так благодарна вам, что вы нас сюда направили. Я порядочно загорела, довольно ровно, но Миша с обычным азартом обжег себе спину. Милый Орюшко, не переживайте так за вашу сестру и за это возмутительное увольнение. Я прошу вас не чувствовать себя одиноким, когда у вас неприятности. Во всяком случае, в этом году у меня намечается «Вчера я вас видела во сне. Мы ходили по каким-то станциям и аллеям. Миша про вас часто вспоминает и все время говорит «Вот здесь Оре понравится. Будем с Орей купаться. Это покажем Оре. И каждый раз, когда видит, что я вам пишу, передает Оре привет. Милый Орюшко, как бы мне хотелось, чтобы вы скорее приехали. Я вам так подробно пишу, если вам покажутся скучными эти описания, бросьте и не читайте, а прочтите только и запомните, что я вас очень люблю и помню». Вскоре Розенфельд переехал на квартиру Лорионовой и Гончаровой. В парижской богемной среде их отношения не казались столь дикими. У Лорионовой тоже появилась близкая подруга Александра Клавдиевна Томилина. Она была моложе Лорионова на 20 лет. Дочь московского купца, искусствовед, работала в одной из парижских библиотек. Сначала она устроилась к Лорионову натурщицей, потом секретарем, а затем переехала в их дом на Жака Кало и поселилась этажом ниже. Томилина Лорионову. «Лорионович, дорогой, каждая минута вдали от вас кажется мне потерянным временем. Здесь холодно. Пальто Натальи Сергеевны меня спасло. Сегодня наварила компоту, вечером буду стирать. Времени мало, чтобы все перештопать, что я с собой взяла. Да, у меня не хватает шерсти для кофты Натальи Сергеевны. Я взяла с собой столько мотков ниток, сколько нужно для меня, но оказывается, она толще меня на целых три мотка. Мне тоскливо без вас, Мишук, милый. Мне совсем неинтересно пользоваться благами жизни, если вы в них не участвуете. Шур. Вскоре Лорионов стал жить на две квартиры. Он часто спускался к Шурочке, давал ей переписывать его рукописи, делать переводы на французский язык и ходил к ней обедать. Тамилина, в отличие от Гончаровой, хорошо готовила, а Лорионов любил вкусно поесть. Отношения были довольно странные. Несмотря на то, что Тамилина стала его гражданской женой, но ночевать он возвращался домой и больше времени проводил с Гончаровой. Отдыхали они часто вчетвером, или Лорионов и Гончаровой уезжали вдвоем, оставляя своих возлюбленных одних. Лорионов Тамилиной. Дорогой Шурик, милая моя, твои опасения в изменчивости моих чувств совершенно напрасны. У меня никаких охлаждений не имеется. Шурок, если ты меня любишь, то давай условимся так. Нам надо отдельно отдохнуть. Целую тебя крепко-крепко, нехрутой. Удивительнее всего то, что Лорионов и Гончарова, несмотря на свои увлечения, продолжали работать вместе, и когда они надолго расставались, переписывались почти каждый день. Их соединяло то, что было больше, чем любовь. Их соединяло искусство. Лорионов Гончаровой «Как жаль, что ты не со мной. Я так люблю быть с тобой. Несмотря на мой скверный характер, я так тебя люблю, мой дорогой Соловей. Не бросай мои письма. Я твои собираю и по приезде соединим их». Когда началась Вторая мировая война, стало опасно оставаться лицами без гражданства. Гончарова и Лорионов принимают французское подданство. Во время фашистской оккупации Франции Розенфельда арестовали и поместили как еврея в лагерь смерти. А Наталья Гончарова спасла ему жизнь, написав письмо, в котором доказывала фашистским властям, что он не еврей, так как его отец занимал в Астрахани должность, которую по законам Российской империи не могли занимать лица еврейской национальности. После войны Розенфельд женился, но сохранил с Гончаровой и Лорионовым самые дружеские отношения. Томилина же во время войны спасает от голодной смерти неприспособленных к быту художников. Вот характерная записка Лорионова Томилиной. Дорогой Шурик, наши вам с кисточкой оставляют для стирки две рубахи и три пары наташиных чулок. Они ее называют не иначе, как наш добрый ангел. Лорионов и Гончарова продолжали после войны активную творческую деятельность. Вместе преподавали. Гончарова любила говорить ученикам. Все проходит. Любовь, дружба, только труд остается. В 1950 году случилось несчастье. Лорионова парализовала. У него отнялась правая рука и он не мог больше рисовать. Наталья Гончарова проявила невероятную энергию по добыванию денег, чтобы организовать Миши лечение в самых дорогих клиниках. Она учила его рисовать левой рукой, разрабатывала правую, ее усилия увенчались успехом. Лорионов выздоровел и смог вернуться к творчеству. В июне 1955 года Лорионов и Гончарова сочетались с законным браком. Через 55 лет после того, как фактически стали мужем и женой. Бракосочетание давало в случае смерти одного из них возможность стать наследником другого. Их беспокоила и дальнейшая судьба их многочисленных произведений, ценнейших коллекций и богатейшего архива. Сегодня каждый их набросок стоит колоссальных денег, но и тогда картины художников высоко ценились. На Западе высшей стадии развития искусства объявили абстракцию, а Лорионова одним из первооткрывателей беспредметного искусства. Лучистые картины Лорионовой и Гончаровой оценивались в миллионы долларов. Несмотря на это, художники жили в бедности, редко продавая свои работы. Они мечтали, чтобы их произведения вернулись в Россию. Лорионов Льву Жегину «Дорогой Левушка, это письмо как призыв к обществу московских художников. Раньше был болен я почти семь лет, а теперь уже год, как так же больна Наташа и может еле двигаться. А у нас собрано буквально на несколько миллионов франков старинных книг и гравюр, не говоря о картинах, которые теперь все покупают в музее. Мы одни, у нас никого нет. Мы работали, чтобы оставить все родине. Как это сделать, не знаем. Как переправить туда? Отелье и две квартиры, заваленные посредине лежим мы, я и Наталья Сергеевна. Только скорее, Левушка, помогите и сообщите нашим товарищам, кто помнит нас. Целую я и Наташа вас крепко. Пишите скорее. Но ответа из Советского Союза художники не дождались. В 1962 году Наталья Гончарова умирает. Александра Томилина переезжает в квартиру Лорионова и ухаживает за тяжело больным художником. Через год Лорионов женится на ней в надежде, что она доживет до перемен в России и выполнит волю художников вернуть их творческое наследие на родину. После смерти Лорионова Томилина становится единственной владелицей художественной коллекции Лорионовой Гончаровой. Она 20 с лишним лет хранила ее и пропагандировала их искусство. В начале 80-х годов Томилина оформила завещание, по которому просила ее похоронить в одной могиле с художниками, а всю коллекцию, включающую картины, графические работы, огромную библиотеку и уникальный архив, передать в дар советскому государству. Дар был настолько велик, что Третьяковская галерея учредила филиал Музей Лорионова и Гончаровой. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ